Да, то давайте я буду. Ну, значит, я приветствую всех, кто пришел меня послушать. Это пока нас немного, но все равно приятно, что вы есть. Вот, соответственно, я расшариваю свою презентацию. Вот она. Надеюсь, ее видно. И постараюсь где-нибудь не дольше часа ее изложить. Сейчас я еще немножко настрою, чтобы она вылезала в экран, чтобы она целиком была. Вот, ну, как бы вот этот вопрос, значит, что важнее там делать и говорить, вроде бы всем очевиден, как эта борьба с холодильником, с телевизором. Понятно, что нас всегда больше волнует, что у нас в холодильнике, чем то, что нам говорят. Но это как бы мы хотим так думать. На самом деле, жизнь показывает, что это и не так. То есть, по крайней мере, нам пытаются всегда наговорить такое, что мы как бы забываем про то, что у нас в холодильнике. И, значит, больше впечатляемся теми ужасами, которые льются из телевизора. Вот. Но это как бы так, значит, сравнение, что вот как бы ответ на этот вопрос, он, ясное дело, неоднозначен. Вот. Ну, и я, значит, поскольку тема, вообще говоря, сложная, я только краешком ее, естественно, затрону. Сказать о том, что я вот ее полностью охвачу, естественно, это невозможно. Вот. Ну, вот, собственно, такой, значит, коротенький план. Вот. То есть, я начну с выводов, которые потом постараюсь обосновать. Потому что, как бы, в конце уже до выводов, там, не у всех, может быть, хватит внимания. Вот. Ну, и даже, может быть, прежде чем более подробно со слайдом рассказать про выводы, собственно, когда там народ подтягивается, я предварительно для тех, кто вовремя пришел, изложу, что, значит, какая основная идея, которую я бы хотел донести, что они, на самом деле, у нас имеют символьное, это, на самом деле, дискретное число, которое мы как-то пытаемся, поскольку вот мне непрерывность мы никак продемонстрировать не можем. Мы просто символы, о которых мы как-то мыслить. Вот. И в целом, значит, мы природой, естественно, воспринимаем наши tambo-меренные системы, которые, как бы, различные опыты с ней проводимы, что она символьная по своей природе. Естественно, наше представление о мире, оно определяется не только тем, значит, окружающим миром, который вокруг нас, но и, соответственно, нашей символьной системой, которая этот мир воспринимает. То есть, те модели мира, которые строятся, они, значит, определяются не только строением мира в целом, но и нашим строением. Естественно, что наш, скажем так, сформировавшийся в эволюции строение нервной системы, в том числе, ну и Кирова на самом деле, оно определяет наше восприятие мира и какой-то отпечаток, безусловно, на него накладка. То есть мы когда говорим о том, что мы строим объективное математическое описание, оно, конечно, мы к этому стремимся, но сказать о том, что у нас абсолютно успехи, ну, в общем, по крайней мере, с моей точки зрения нельзя. Вот, значит, собственно, если вот я сегодня буду говорить дискретные слова, там пользуюсь дискретными понятиями, что как бы естественно, мы все так делаем, вот, но тем не менее, значит, языком я когда ворочу, это непрерывные движения, ну и любые вообще действия, они так или иначе, значит, непрерывные действия, и действия вот в этом смысле, как бы для нашего выживания, как вида, они важнее. То есть если бы мы, значит, хорошо говорили, а делать ничего не умели, ну, соответственно, мы бы не выжили. Вот, то есть, как бы сказать, общий вывод такой, что для построения, как бы сказать, успешного поведения, значит, символьное, значит, описание оказывается очень эффективным, что показывает, собственно, опыт человечества, которое, ну, превзошло здесь животный мир, там по ряду параметров, вот, но, значит, эти символы должны быть достаточно гибко меняться, то есть они должны соотноситься с тем изменяющимся миром, в том числе под воздействием человека, которое изменение происходит, и этот мир, соответственно, должен влиять на все символы, причем на, не только, значит, на то, значит, какая погода там сегодня с утреца, но и какие-то более высокие уровни понятия, то есть какая у нас там идеология, какая у нас экономика, какая политика, значит, вроде бы так пальцами их не пощупаешь, но какие-то представления, они тоже у нас постоянно меняются, и, значит, те общества, где этих изменений не происходят, они, как бы, отстают в своем развитии. Ну, вот это, как бы, значит, краткость, краткое изложение, то, о чем я хочу рассказать, значит, давайте начнем, то есть, вот, собственно, еще более подробно немножко я скажу, начну с определений, ну, собственно, в докладе будем понимать, что символное описание – это, значит, некоторое общее название для всех дискретных способов отображения слусья, то есть если мы что-то там называем именем, приписываем какую-то цифру, рисуем какой-то знак, там, типа Олимпийских колец, там, или вот то, что тут змея вокруг бокала, вот, они, естественно, можно там их назвать, там, знаками, символами, буквами, словами, очень по-разному, но, значит, я их тоже буду называть по-разному, но имеется в виду, что вот противопоставляется вот символьное дискретное описание, значит, непрерывной модели. Ну, значит, всякие, значит, объекты или явления, как бы имеют обычные дискретные, так и непрерывные свойства, то есть, вот здесь ступенька, ее там можно дискретно описать, можно более подробно какую-то на скривую следить, ну, и там про любой объект, там какая-то собачка бегает, живая там, подвижная, ну, у нее там и имя есть, и какая-то порода, еще много разных дискретных характеристик. Вот, а непрерывная модель – это, собственно, такое описание свойств объекта или явления, которое описывается непрерывной функцией. Ну, соответственно, непрерывные модели могут быть физическими, то есть, может, это, значит, каждая, допустим, собака, она модель сама себя, может быть, какая-то, значит, игрушка моделировать, или там робот моделировать собаку, вот, а можно, значит, ее сделать ей цифрового двойника, и этот цифровой двойник, он, соответственно, будет описывать там ее поведение, можно сравнивать там, как реальная собака ее цифровой двойник движется. Ну, для собак это обычно дело, но для самолетов, там, для таких серьезных устройств это очень популярное направление. Вот, но, значит, эти цифровые модели, которые делаются, они все описываются на основе символьных описаний, то есть, пишутся формулы, которые из символов состоят, такие формулы, значит, используются для написания, опять же, символьных программ высокого уровня, которые переводятся, опять же, в символьные, значит, машинные команды, ну, и на самом, там, нижнем уровне, там, цифры обрабатываются процессором, они тоже, как бы, можно рассматривать как символы. Вот, но при этом, собственно, хотя, значит, все там до глубины души цифровое, но в этом модели, все-таки, непрерывное, поскольку, значит, мы в качестве аргумента там можем поставить любое значение, там, чисел, значит, параметров, которые, значит, артиризуем, и, соответственно, значения там тоже какие-то при этом могут получаться непрерывные. Ну, вот, собственно, вот, как бы, такое противопоставление, ну, и, собственно, повторюсь, ну, вот будет такое, что, значит, символное описание как бы важно, но если мы хотим, значит, строить сильный искусственный интеллект, то это символное описание должно постоянно взаимодействовать с непрерывными моделями. Вот к чему я, как бы, буду вести свой доклад. Вот, ну, значит, определение АИ, как вы все хорошо знаете, значит, хорошего не существует. Вот, ну, а в целом многие, значит, соглашаются, что, в общем, эта система способна решать любые задачи, вот, но сразу надо оговорить, что, конечно, значит, не может быть такая система, которая может решать все задачи. То есть какие-то задачи она потенциально способна решить, а какие-то она уже сейчас умеет. Вот, но если она хорошо универсальная, она, значит, потенциально может научиться на какие-то задачи. Но поскольку речь идет не про, значит, джина из бутылки, а про, соответственно, сильный искусственный интеллект, то речь идет, в первую очередь, ну, поскольку это интеллект, значит, это интеллектуальные задачи, вот, но и, значит, поскольку он никакой магической силы не обладает, то решать он может, собственно, доступно на современном уровне развития цивилизации, ну, в частности, одна из задач, это развитие этой цивилизации дальнейшее, чтобы этот уровень повышался, но, соответственно, то, что сейчас, как бы, не соответствует текущему уровню развития, такие задачи, конечно, тоже решаться не могут. Вот, ну, и, собственно, там дальше можно разделять не только на доступное и недоступное, соответственно, и умственное, и физически вот, в принципе, было бы проще, значит, как интеллектуально определить все умственные задачи и, соответственно, сказать о том, что вот сильный искусственный интеллект, который может решать все умственные задачи. Ничего, что он там будет уметь, там, скажем так, решать, там, какие-нибудь дифференциальные уровни, или просто считать на калькуляторе, это, как бы, его не сильно испортит. Вот, но, значит, всех, конечно, интересует, как бы, это самое, выделять те задачи, которые, значит, сильный искусственный интеллект, Это просто интеллект отвечает, тем более, что его вообще отвечает от калькулятора. Ну, значит, принято, собственно, разделять умственные задачи на интеллектуальные и вычислительные. Ну, может быть, еще какие-то там есть простые задачи, которые сейчас к интеллектуальным не относятся, но являются умственными. Вот, но, ну, то есть, допустим, какое-то визуальное наблюдение, вот, как-то стоит там вахтер, он как бы решает умственную задачу, подпускать, не подпускать, но ее, конечно, особо к интеллектуальным не относятся. Вот, но задача, она, соответственно, является рутинной, а не творческой, и, соответственно, вот, как бы сильный искусственный интеллект – это то, что должно решать эти творческие задачи, причем весьма разнопадовые. И вот, собственно, я тут прилагаю небольшой списочек, значит, важнейших задач сильного искусственного интеллекта, вот, то есть, это создание понятий, их описание, то есть, привязка этих символов, значит, к реальному миру, вот, на планирование действий, то есть, выбор из большого числа вариантов, значит, формирование целей этих действий, ну, и, собственно, самосовершенствование, то есть, построение жизни 3.0 под тегмарку. Ну, и, в принципе, вот, как бы пятый пункт – это, видимо, наиболее, значит, близко к самому широкому определению сильного искусственного интеллекта, то есть, те машины, которые смогут эффективно себя самосовершенствовать, ну, видимо, их уже многие смогут отнести к сильному искусственному интеллекту, хотя не удержусь, если, значит, какая-то критика такого определения тоже найдется. Вот, ну, значит, как я уже говорил, что мы в основном передаем знания на символном, в символном виде, то есть, я вот сейчас рассказываю, книжки начитаю, ну, конечно, мы еще и фильмы смотрим, там, и, значит, какие-то, значит, действия выполняем, можем, значит, как бы сказать, не словами, а, значит, личным примером какие-то действия показать, но, тем не менее, в основном, все это передача знаний идет в символном представлении. Вот, ну, и некоторый наш недостаток, что у нас есть внутри какие-то ощущения, но мы их передать не можем. Значит, не только ощущения, но и, собственно, как у нас там устроены там связи в нервной системе, какие у нас там мысли на самом деле, насколько там, даже если я, как бы сказать, вот сейчас хочу о чем-то рассказать, я понимаю, что я расскажу там с некоторыми недостатками, может быть, вы на нем их правильно поприняете, но это, значит, не столько потому, что я не хотел о том рассказать, а потому что, как вы понимаете, значит, по словам о вещах, ну, в общем, рассказывать непросто, ну, и даже о простых вещах, если рассказываешь, то все равно, значит, как бы ты просто и понятно не рассказывал, становятся такие, которые тебя выявляют неправильно. То есть, вот эта, значит, символная передача, она, значит, страдает тем, что при восприятии всегда будет субъективность ее восприятия, вот, а если бы, вот, как бы я мог передать свои внутренние ощущения непосредственно в ваши внутренние ощущения, ну, значит, понимание, может быть, было бы лучше. Хотя это, по сути, как бы непростое, я не считаю, что это та задача, которую следует решать, вот, но в цифровых машинах все организовано иначе, то есть, там как раз есть возможность, там, значит, любую задачу стремимся сделать, чтобы она была переносима, значит, не только с машины на машину, но и с разной линейки машин на другую линейку машин, чтобы она вообще была там аппаратно независимо решалась, ну, и, соответственно, можно, соответственно, переносить не только, значит, саму программу, которая будет выполнять обработанные данные, да и данные можно без потерь переносить, И, соответственно, возможность передачи данных, она, конечно, в значительной степени отличает людей от машин. Один из вариантов развития нашей цивилизации состоит в создании киборда, то есть субъектов, которые соединяют все человеческие машинные качества, которые смогут объединить и те, и другие свойства. Но мое, собственно, мнение, что даже полностью с техническим, биологическим компонентом устройством полезно иметь обмен символной информацией. Ну, это, как я скажу, польза связано с тем, что, значит, каждая система искусственного интеллекта, она есть какие-то локальные минимумы. И, значит, если она будет передавать свое внутреннее и однозначно понимаемое дело преобразования, то мы распространим какой-то локальный минимум. И, соответственно, если не будет дальше возможности поиска других, более глубоких локальных минимумов, то мы сильно ограничим свой прогресс. Вот. Ну и кроме того, соответственно, агент сильного искусственного интеллекта, который, как я, по крайней мере, пытаюсь определить, должен потенциально уметь решать любую задачу, в том числе, чтобы ему не научиться говорить, как бы это тоже вполне себе интеллектуальная задача, поэтому тоже ему это будет не вредно. Вот. Ну, значит, принято разделять узкий искусственный интеллект, интеллект человек human level, artificial intelligence, и, значит, сильный искусственный интеллект. Вот. То, значит, поскольку я пока говорю про выводы еще, вот тут написано, соответственно, для узкого искусственного интеллекта эффективно используют симметические систики и прочие способности в жестком задании знаний извне. То есть, если решается, значит, узкая задача, известно, как ее решать, и вся задача состоит в том, чтобы научить машинную, значит, систему выполнять эту задачу так, как мы знаем, она правильно решается, и чтобы она без нас дальше смогла решать, то, значит, конечно, успех специализированные решения будут эффективны, если мы, значит, не стремимся к тому, чтобы она искала какие-то новые, более хорошие решения. Вот. Тогда, соответственно, применение неизменяемых по своей структуре, и даже не, то есть, структура даже может изменяться, но на основе, значит, те понятия, которые используются в семантических систиках, чтобы не менялись, это эффективно. Вот. Если же мы хотим строить, значит, универсальные системы, которые должны выполнять, ну, или иметь потенциальную возможность выполнять любые задачи. Вот. А, как я уже сказал, среди таких задач есть формирование новых понятий, то такие, значит, системы, они, естественно, как бы свои, такие семантические свои сети могут, конечно, формировать там свои структуры, но они должны иметь возможность их перестраивать. То есть, если изменилась ситуация, изменились представления, то, как бы, вот сами те понятия, из которых строят семантические сети, тоже должны меняться. Вот. Ну, и на основу этих новых понятий или старых понятий нужно, значит, создавать высокоуровневые цели, и, ну, по крайней мере, на мой взгляд, пока что основным кандидатом для создания таких систем является нейросетевые артиклы. Вот. Ну, как известно, значит, ряд, там, наших, в том числе, современных философов рассказывает про трудную проблему сознания, я, значит, не буду с ними сегодня спорить, но хочу отметить, значит, свое отношение, что сложные проблемы сознания делают, во-первых, устаревшие взгляды, во-первых, устаревшие метические объяснения мышления и, значит, стремление быстро получить практические результаты. То есть те, значит, кто, собственно, занят съемом низковисящих фруктов, то, конечно, значит, проблемы сознания просто не очень интересуются, поскольку есть конкретные задачи, их надо решать. Вот. А те, кто интересуются, к сожалению, значит, многие используют, ну, значит, средневековые или вообще античные взгляды на мышление. И это, конечно, ну, по крайней мере, на мой взгляд, является первоосновой, значит, того, почему вот проблему сознания считают такое слово. Вот. Но можно понять, как бы, людей, в принципе, я тоже с удовольствием читаю там мифы и легенды Древней Греции, там все замечательно и интересно написано. Вот. Вот. Эти Воссов тоже их хорошо почитать, там Платона, того же Аристотеля. Вот. Но и их взгляды, они нам в чем-то ближе. Почему? Потому что они проще и нагляднее объясняют природу вещей. То есть мы-то сейчас, может быть, понимаем, что это, значит, неправильно. То есть ту вот лекцию там про зрение, которую нам недавно прочитали, вот, внести там в мира там совместных конференций, конечно, она замечательная. И там взглядами древних книг ничего общего не имеет. Но, значит, вот это объяснение, что, значит, от предмета отлетает его образ формы Эйдос или тип наш глаз, ну, мягко говоря, не только короче, но и как бы душой значительно легче воспринимается. Вот. Но, значит, важно при этом понять, что, значит, дело не в том, что, как сказать, мозги были на бекре для философов. Они, конечно, значит, много чего интересного придумали, но и, значит, их вот это творчество, то есть следование основ мышления, оно не было построено на научных данных. То есть все, как бы, интеллектуальные функции просто передавались для выполнения бестелесной души, и это, значит, рассматривалось на основе свойств этой души, которые, вот, в основном умозрительно выделялись. Ну, сейчас, во-первых, физиология, нейрофизиология значительно продвинулась, кроме того, значит, математика продвинулась, вот, соматические сети, нейросети, они, значит, позволяют уже, значит, совсем, как бы, с другой стороны взглянуть на проблему. И это, как бы, конечно, делает все эти проблемы не менее, а на самом деле более сложными, поскольку, когда мы применяем там больше знаний, то, значит, большие знания, как известно, большие печали. Вот, но, в целом, значит, современный подход все-таки должен, как бы, использовать более-менее современные достижения. Вот, ну, и, собственно, какие, собственно, в 21 веку, в сравнении там со средними веками, тем более с отличностю, произошли изменения. Ну, естественно, появились там научные взгляды на физическую картину мира, ну, нельзя сказать, что они уже никогда не изменятся, но, значит, чем там научный прогресс от религии отличается, что, значит, в тех условиях, которые, значит, были в воспроизводимых опытов, полученные данные, они уже, скорее всего, такими и останутся. Вот, математика тоже, значит, ну, сравненный прогресс, сравнение даже, допустим, там, 50-ю даже годами, а со 150-ю даже годами прогресс очень большой. А если брать там времена Канта, то, конечно, тут прогресс не сравнен. Вот, значит, развитие электроники, собственно, отодвинули механистические представления в прошлое, соответственно, электродинамика, химия и развитие физических методов измерения дало нам очень много данных про нашу нервную систему и там много еще про что. Ну, и, то есть, мы, хочу сказать, что мы достигли полного понимания. Ну, конечно, наше современное понимание физиологии процессов мышления, оно, конечно, значительно выше, чем было, допустим, даже 50 лет назад, потому что мы говорим уже про 150. Вот, и, собственно, успехи в производстве, развитии теории производства устройства в работе информации говорит о том, что, так сказать, многие, как минимум, задачи могут быть решены без использования нематериальной души. Ну, и, значит, революция в искусственном интеллекте, которая 10 небольших лет назад произошла, она, собственно, подтверждает тезис, что многие задачи, которые там еще 15 лет назад считались интеллектуальными и недоступными для решения машинами, сейчас, значит, успешно решаются, ну, и каждый месяц там, вы, значит, читаете, там новые и новые решения появляются. Вот, ну, и, значит, собственно, возвращаясь к заголовку этого слайда, что три пути развития искусственного интеллекта, это, собственно, сейчас наиболее популярно и лучше финансово поддерживаем, это решение практически задач с нейросетями, соответственно, преодоление проблем на основе имеющихся решений достижения, это тоже достаточно широко распространенное и, может быть, хуже, но тоже достаточно эффективно поддержано финансово. Ну, и выявление, собственно, принципиальных проблем развития искусственного интеллекта. Не могу сказать, что, как бы, в этой области никто ничего не делает, то есть, я считаю, что вот тот же DeepMind очень много в этом направлении делает и имеет хорошее финансирование, которое, значит, дай бог каждому, но, скажем так, финансовых успехов у них пока вот особо нет, хотя они вот там много делают, чтобы эти финансовые успехи получить, но пока что вот ситуация, значит, с решением принципиальных проблем, она, скажем так, после, скажем так, принесших финансовые успехи, результаты по глубокому обучению, пока что вот таких вот принципиальных прорывов, прорывов, как вот произошел, да, 10 лет назад, и практически вот эта революция, эти 10 лет продолжала активно развиваться, Ну, по крайней мере, я не наблюдаю, а, в общем, я думаю, что в ближайшие годы это произойдет. Вот. И, собственно, вот на этом я, как бы, выводы заканчиваю и, значит, начинаю, как бы, основную часть доклада. Вот. Ну, значит, как я уже говорил, что слова, они дискретны по своей природе, а дела, значит, непрерывны. Вот. Хотя, значит, мы склонны, значит, даже все непрерывные вещи там развивать на дискретные акты или там дискретные объекты, дискретные события. Вот. И, собственно, роль символного описания мира и действия в нем, она очень велика. Например, значит, ну, я, как бы, тоже придерживаюсь такого мнения, что мы выделились из животного мира и создали цивилизацию именно благодаря тому, что, значит, вот, научились целенераздельно говорить. Это позволило там глубоко, суть глубокого разделения труда, построить там многоуровни иерархии в человеческом обществе, ну, и, собственно, контролировать все большие территории и, соответственно, стать хозяевом природы и планеты в целом. Вот. Ну, и, значит, собственно, часто это, как бы, у многих авторов это служит основанием, собственно, выделения символной обработки, как, значит, центрального достижения эволюции и, собственно, как бы, основного содержания интеллектуальной деятельности. Потому что, значит, чем, как бы, человек в первую очередь отличается от животных, это тем, что, вот, он, как бы, значительно лучше обрабатывает символную информацию. Вот. Но, значит, надо понимать при этом, что символы написания мира имеют ряд недостатков, что, значит, то, что описано словами в непрерывных действиях, однозначно, как правило, сложно преобразовать. То есть, если вы имеете какие-то книжные издания и не имеете практических навыков, то, значит, сложности у вас будут. Ну, и, значит, связано это с тем, что у вас внутри того, может быть, имеете более-менее однозначное преобразование, но насколько они хорошо относятся с реальным миром, ну, собственно, вы можете это выяснить и настроить свое внутреннее преобразование опытным путем. Но, собственно, без получения практического опыта вот эти книжные знания, они, ну, скажем так, не то чтобы они бесполезны. Вы, например, там можете кого-то тоже научить этим книжным знаниям или, собственно, передать эти книжные знания специалисту, у кого есть практический опыт, может быть, он их лучше поймет. Но, соответственно, чтобы делать действия, нужны, значит, не только книжные знания, но и, собственно, практические навыки. То есть, вот эти, значит, непрерывные действия, они для, как я уже говорил вначале, они, собственно, важнее. И, собственно, символьные знания, они, как бы, служат для формирования наиболее удачных непрерывных действий, вот, но, естественно, они, как бы, должны работать во взаимодействии. Вот, но надо сказать, что способность влиять отдельные объекты явлений есть не только у человека, но и у многих животных, вот, но, собственно, только человек имеет возможность, соответственно, приписывать объектам разные символы. И, значит, рассказывать не только о том, что есть, но о том, что, как-то, на самом деле, и о том, чего нет, и каких-то высокие цели, которые действиями не передашь, то есть, как бы, сказать, вот, царство божие, там, или общество равных возможностей, ну, вот, его продемонстрировать-то негде. Вот, а, тем не менее, словами нам, как бы, неоднократно рассказывали, и мы, по крайней мере, делали вид, что понимаем, что это такое. Вот, важным достижением человечества является математика. Это, собственно, некоторый способ сделать символьное описание точными, то есть, ну, по крайней мере, не вся, конечно, математика работает с символьным описанием, есть там начертательная геометрия, которая, ну, в принципе, тоже, конечно, какие-то дискретные понятия использует, там, углы, там, прямые, там, поверхности, вот. Вот, но, значит, в целом есть там аналитические геометрии, там уж точно символы, ну, и вообще вся алгебра, это, вот, работа с символами, вот. И, соответственно, поскольку там все формально хорошо определено, там, как бы, преобразование из символов в непрерывные действия, оно не вызывает вот этой самой субъективности. То есть, там, значит, однозначно процесс, значит, как преобразование измерений в символы, так и, наоборот, собственно, преобразование символов в какие-то непрерывные действия. С этим, как бы, вот, имеется в математике большой прогресс, вот. Ну, и, собственно, ряд моделей там используются, ну, то есть, про математику можно говорить, рекомендую это часами, но это очень далеко от моей сегодняшней темы. Вот, ну, собственно, можно писать там формулы, можно, собственно, таблично представлять, это тоже все символные преобразования. Ну, как частный случай, формулы можно в ряд раскладывать. Ну, и что интересно, нейросети, которые мы тоже такими же формулами описываем, как, собственно, распространение активности, так и обратное распространение ошибки, они тоже вполне себе, как бы, осуществляют вот эти самые символные преобразования. Ну, единственное, что в своем докладе, вначале я говорил о том, что вот такие символные преобразования, они являются непрерывными. То есть, для вот этой формулы, например, соответственно, что мы можем получить, ну, непроизвольно, там, в зависимости от того, какая у нас нелинейность, получить, значит, значение активности, но есть, фактически, это, значит, при, скажем так, если нелинейность недискретна, то при недискретной линейности мы, значит, представляем, то есть, это, значит, разные значения выходной активности, то есть, это предыдущий слой, а это, значит, следующий слой, и, соответственно, задавая, значит, активность предыдущего слоя, мы вычисляем, значит, активность текущего слоя, и она может изменяться непрерывно, ну, если, конечно, вот эта нелинейность, сама непрерывная. Ну, и то же самое с, вот этой самой обратно-отстраняющейся ошибкой, которая тоже вычисляется через ошибки, значит, следующего слоя к предыдущему слою, ну, и, соответственно, по аналогичным формулам, и тоже, значит, являются, как бы, некоторыми непрерывными функциями. Вот, есть, как бы, и противоположная дискретному описанию мира, значит, тенденция по приданию непрерывных свойств дискретным структурам. То есть, как бы, и то, и другое, на самом деле, является сильным средством упрощения. То есть, вот эта вот основная, как бы, тематика этой части доклада, это в том, что все эти описания, они направлены на упрощение описания окружающего мира. Вот, то есть, если мы, значит, как бы, допустим, в древности обсуждался этот вопрос про атомарное или непрерывное строение вещества, но это не имеет, там, никаких средств для экспериментального выявления, то там были чисто такие воззрительные споры, то, вот, например, выходя на пляж, вы прекрасно знаете, что он состоит из песчинок, и, тем не менее, воспринимаете его как некоторую непрерывную поверхность. Ну, допустим, если по ней вы можете прогуляться и прочувствовать, что она вот ровная, как спорта, то, значит, если вот, если вы видите деревья, у них там крона есть, вы крону воспринимаете тоже как некоторую непрерывную поверхность, хотя прекрасно знаете, что она из листьев. Лес там состоит из деревьев, и тоже лес вы воспринимаете как непрерывный участок леса, ну, или какая-нибудь галактика, которая состоит из огромных, значит, звезд, зная прекрасно, что, как бы, это, значит, совершенно дискретное образование, значит, мы себе склонны представлять как непрерывный объект. Ну, значит, почему мы это так делаем, там можно там раздвигать разные теории, но в целом, значит, это направлено на упрощение описания, то есть мы, значит, сложную из многих, там, десятков, там, тысяч, миллионов и миллиардов компонент, значит, объект упрощаем до простого, значит, геометрического описания с какой-то непрерывной поверхностью. Вот, ну, значит, собственно, вот это дискретное описание, там есть такая теорема отчетов Котельникова, Котельникова, которая, собственно, позволяет связывать, там, дискретное с непрерывным описанием, и, собственно, есть основания считать, что она в той или иной форме используется при вот это создании, значит, непрерывных представлений про дискретное в своей природе объект. Так, вот, а вот и микрофон включился, но это бывает. Вот, ну, как я уже говорил, собственно, в древние времена о природе материи спор не мог быть разрешен экспериментально, вот, но и, собственно, использовался, как правило, для доказательства существования Бога, Творца мира, причем греки считали, что строение мира очевидно непрерывное, и, соответственно, это непрерывное строение мира использовали для доказательства, значит, существования Бога, потому что иначе с чего бы этот мир был вот такой повторяемый, то есть там деревья, там люди, собаки, кошки, они вот рождаются такими, значит, похожими друг на друга каждый раз, и это вот как бы доказательство Бога. А атомарное строение вещества могло бы, значит, сказать, быть описанием вот этой, значит, свойств окружающего мира без привлечения, значит, вот этой, значит, потусторонних сил. Но что интересно, в исландской философии там, наоборот, соответственно, ашарито развивали атомистическую идею тем, что, собственно, вот свойства атомам как раз мог придать только, значит, всемобущий Бог, и, соответственно, как бы сказать, и одна, и другая теория, она, значит, как бы сказать, существование Бога может с одинаковым успехом доказывать, как прочим, если, значит, прийти к обратной теории, то, значит, соответственно, может доказать и обратное. Но понятно, что вот эта возможность по-разному трактовать одни и те же слова и представления, она как раз характеризует вот это символьное описание, и там, где, собственно, экспериментов по общению, значит, с нематериальными субстанциями у нас нет, по крайней мере, повторяющиеся, есть только легендарные, вот, то, как бы, вопрос о первительстве души и материи, он остается нерешенным, но, значит, чтобы нам развивать, как бы, сильный искусственный интеллект, и вообще, ну, искусственный интеллект, как бы, можно узко развивать, там, вообще не касаясь вопроса, там, о первичности души и материи, то, значит, касаясь сильного искусственного интеллекта, то, собственно, многие, значит, хотят этот вопрос привлечь. В чем это стоит? Что, значит, те, кто, собственно, проектирует какие-то работы по созданию сильного искусственного интеллекта, говорят, что наша нервная система это аналог компьютера, который преобразует выходные данные, выходные действия с учетом тех знаний, которые мы получили там за свою жизнь, и, соответственно, все работает без использования посторонних сил. Вот. Им, соответственно, есть противоположное точки зрения, что, значит, наши, как бы, вычислительные возможности для такого преобразования и понимания окружающего мира, они недостаточны. Вот. Что мозг – это транслятор, который, соответственно, передает, значит, ту центральную информацию, которую, значит, мы собираем из внешнего мира, значит, допустим, мировому разуму, там, или какой-нибудь нашей нематериальной душе, а нематериальная душа там уже, ну, или какие-то более там сложные там взаимодействия, но суть такая, что не обходится, значит, обработка нашей информации только нашим мозгом. Вот. Ну, с одной стороны, как бы, никаких возможностей доказать то, что это только зрение несправедливо, кроме как… Ну, правда, даже если… Я так все-таки представляю, что даже если создать сильный искусственный интеллект, то эта точка зрения, она все равно останется, значит, ничто, значит, религиозные взгляды поколебать не может. Вот. Но поскольку, значит, доктор мировому разуму, значит, получить не удается, то, соответственно, если вы хотите строить, значит, какие-то практические модели искусственного интеллекта или сильного искусственного интеллекта, то все-таки приходится базироваться на идее компьютера. Вот. Но с другой стороны, как бы, если вот эти доводы, значит, те, кто говорят о том, что мощности мозга человека малы, они тоже имеют в собой некоторые основания. То есть, конечно, я не придерживаюсь мнения, что мы, как бы, при получении своих решений, там, общаемся к мировому разуму, и, как бы, эта субстанция непонятно как с нами взаимодействует, хотя, значит, вот в Курчатнике, например, есть такой замечательный профессор Ильич Ковский, Борис Матрофанович, который как раз вот и куришку зрения развивает. То есть, в общем, как сказать, пока не появился Сбербанк, это вот, значит, группа исследователей имела улучшение в России финансирования. Вот. Но, тем не менее, как бы, один человек, он слаб. То есть, каждый из нас, какой бы он ни был хороший, тем более плохой специалист, он вынужден общаться с другими людьми. То есть, как бы, своего мозга, своего ума, как правило, никому не хватает в решении всех задач. То есть, если я там специалист в своей области, то в соседних областях я там худший специалист, а есть, значит, области, где я просто прав. И это, соответственно, говорит о том, что мир действительно сложный, и если мы, значит, не придумываем, как сделать бесконечно мощный, сильный искусственный интеллект, а я там в конце скажу пару слов, что желательно и не делать такой сильный искусственный интеллект, то важным свойством, собственно, этого агента сильного искусственного интеллекта должна быть его возможность обмена информацией там другими агентами и с людьми, и обращение там, скажем так, сокровищницам мировой культуры и там вообще цивилизации. Вот, поэтому, собственно, хотя я твердо стою на позициях компьютера, но вопрос сильного интеллекта, он может стоять не только в умении хорошо обрабатывать информацию внутри себя, но и возможности хорошего обмена информацией с другими агентами сильного интеллекта. Это как бы очень важная сторона этого вопроса. Вот, ну, как бы я уже до середины это дошел, но уже время потратить и больше, чем полчаса, поэтому я постараюсь немножко покороче. Ну, в принципе, я уже вначале говорил, что как бы описание того мира, который мы получаем, она, значит, сильно зависит от того, значит, как устроено наше воспринимающее информационное устройство. То есть разные, как бы, системы, они все-таки будут иметь, значит, какую-то специфику. То есть, если раньше в древности, значит, таких возможностей исследовать этот вариант, эти, значит, варианта не было, поскольку считалось, что этим занимается материальная душа, и ее исследования могли быть только экспериментальные, а не структурные. Вот, то сейчас, значит, возможностей значительно больше. Ну, и, по крайней мере, надо задуматься на эту тему, как вот, собственно, наша структура восприятия влияет на наше же восприятие объектов и явлений окружающего мира. Вот, ну, тут я, значит, тоже очень кратко скажу, что, значит, вот такой, значит, пример, например, у Лема там есть утверждение, что наш мир не создан для счастья. Что если у меня, значит, у меня что-то есть, то мне этого не хочется. А если мне что-то хочется, значит, у меня этого нет. А счастье, как бы, обладание и счастье в разделении, оно, как бы, совершенно разное. Ну, как бы, не хочу ни на что принять Лему, но, значит, если задуматься, то дело не в свойствах мира вообще, а в свойствах нашей, как бы, нервной системы, в частности, нашего центра удовольствия, который достаточно тонко устроен. То есть, значит, ну, у нас и у других животных есть достаточно интересное, там, сексуальное поведение. Вот, а по поводу вот этого, значит, мечтаю, имею. Это тоже, как бы, свойство строения наших вот этих центров удовольствия, которые, в зависимости от того, значит, что у нас есть и, значит, чего у нас нет, у нас, значит, по-разному строят наши желания. Ну, и, собственно, это, видимо, оказывается полезным для, собственно, выживания в этом мире. Вот. Ну, и, как бы, особенность сенсорного восприятия состоит в том, что, естественно, весь непрерывный мир мы, значит, никогда воспринять не можем. Мы, значит, воспринимаем какие-то его отдельные состояния, значит, текущими, значит, сенсорами. Это, значит, можно, значит, представить в пространстве состояния там сенсоров или, собственно, каких-то внутренних состояний слоев наших нейронных сетей какой-то точкой. То есть, если показывать, значит, оси и отложить, собственно, активность разных элементов, то, значит, в каждый момент времени будет несколько, какая-то точка. Если, значит, у нас развивается там процесс во времени, то это, значит, кривая, значит, и в сенсорах, и на том, в этом состоянии будет, если точка будет описывать какую-то кривую, причем, поскольку у нас, как правило, восприятие в той или иной мере дискретно, то это, значит, будет не непрерывное движение по этой кривой, какие-то, значит, более-менее, значит, скачки по этой кривой, достаточно, может быть, плотные, а может быть, и не очень. Вот. Ну и поскольку эти кривые там будут заметать какие-то пространства в этом большом многомерном пространстве, эти, собственно, кривые будут характеризовать, в смысле, эти вот заметенные пространства, они будут характеризовать, собственно, что у нас какие-то свойства окружающего мира. Вот. Ну и, как я буду говорить, уже неоднократно говорю, мы можем строить модели вот этих самых подможенств, которые таким, подпространств, которые, значит, таким образом можно сформировать, но, значит, есть проклятие размерности, если у нас получается высокоразмерная модель, то мы ее построить не можем, по крайней мере, статистически достоверно, то есть если у нас, скажем так, точек меньше, чем размерность вот этого подпространства, то, значит, никаких нелинейных его свойств, в принципе, увидеть не может. Вот. Но, значит, сейчас у нас, как бы, вот это произошло, произошла в искусственной интеллекте нейросетевая революция, ну, много, конечно, там рассказывается, что, значит, позволило ее совершить, но важно, что, как бы, основным достижением является то, что, если раньше наши интеллектуальные и адаптивные какие-то системы, там, машинного обучения, они, значит, позволили настраивать небольшое число параметров, там, десятки, сотни, максимум тысячи, то сейчас речь идет, там, на миллионы, миллиарды параметров, и это, конечно, сильно расширило круг задач, которые мы можем решать, и, соответственно, вот эти модели, которые строятся в нашем восприятии, они до конца. Можно получать значительно более сложные. Вот, собственно, для генерации поведения, значит, с моей точки зрения, можно использовать вот это огромное количество параметров, то есть как при, там, звуке и видеозаписе просто воспроизводить, значит, какие-то части того, что было запомнено действие, какие-то они были удачные, какие-то не очень. И также, как, допустим, воспроизводя звук с магнитофона, мы, значит, получаем песенку, то можно было бы, конечно, замудряться и прикидывать, а как бы это все математически описать, чтобы получить вот эти, значит, кривые, которые там, можно, собственно, идти напрямую записать и воспроизвести. Значит, нервная сеть отличается от магнитной, значит, ленты тем, что, значит, структура может быть многомерной. То есть, вот, допустим, как на карте, мы можем смещаться там не в единственном, не в единственном пути, а там совершенно, значит, разными путями. Ну и, соответственно, если нам поставлен задача куда-то попасть, там в верхний уровень, это могут спланировать, что, значит, необязательно там линейным маршрутом двигаться между текущей точки, куда мы хотим попасть, там можно, значит, выбрать какой-то маршрут. Ну и, соответственно, значит, кроме наблюдения того, где мы находимся, значит, подавать какую-то изменяющуюся локальную цель, которую нужно определить, ну и, соответственно, отслеживать наш маршрут, ну и, как сказать, будет, соответственно, восприниматься, где мы находимся и какая наша дальнейшая цель. И, соответственно, при этих вводных мы там будем, собственно, при движении по вот этой, значит, структуре, которая может рассматривать как вот эту самую ленту записи различных действий, можно воспроизводить, собственно, действия, которые необходимы для осуществления этого движения. Вот, то есть, как бы сказать, я обращаю внимание на то, что, собственно, пришло время переходить от, значит, формульного, там, через лагранжианы расчета действий к воспроизведению заранее наработанных описаний выполнения действий, то есть количество вот этих параметров, которые сейчас уже достигнуты, оно вполне себе впечатляющее, чтобы обеспечивать достаточно сложное вот такое описание движения. Вот, ну и в целом, собственно, вот эта проблема, она как бы стоит, что символное описание, оно, конечно, эффективно в смысле того, что оно упрощает описание, но, значит, может по-разному трактоваться. Но на самом деле у каждого из нас есть внутри какая-то нейронная сеть, есть какие-то конкретные параметры, и, значит, каждое мною вознесенное слово достаточно определенно по вашим параметрам, которые есть в ваших нейросетях, преобразуются в какие-то ваши ассоциации. Но, скажем так, у каждого, слушающего меня, ассоциации разные. И у меня, как говорящего, тоже какие-то другие. Может быть, они в чем-то совпадают, а может быть, собственно, чем-то и нет. Вот, и, собственно, когда мы, значит, от кого-то получили или сами сформировали какое-то, значит, символное описание тех действий, которые мы хотим выполнить, то, значит, как мы их преобразуем, ну, вообще говоря, не обязательно, что все, значит, их преобразуют одинаково. Вот, то есть у каждого вот этого вот субъекта преобразование формализовано, но оно у всех разное, и поэтому оно, как бы, носит субъективный характер. Вот, поэтому сравнивать лучше входные и выходные сигналы, они, соответственно, объективно наблюдаемые, и, соответственно, если они выполняются, всеми наблюдаются одинаково. То есть, если, в принципе, вы мне сказали что-то сделать, вы можете сказать правильно, именно по моим действиям можете понять правильно, я вас понял от того, что я повторю, что вы мне сказали. Это, конечно, лучше, чем если я не буду повторять, потому что, по крайней мере, вы будете уверены, что я услышал, что вы сказали. Вот, но когда я буду преобразовывать ваши слова в свои действия, вы можете, вам, наверное, будет интересно посмотреть, а правильно ли я их преобразую. Вот, ну и, в принципе, в нашей области, ну, не только в нашей области, там любой там менеджер, следуя требованиям инвестора, говорят о том, что покажите работающую модель. То, что вы там рассказываете про свои замечательные методы, то, что вы, как бы, строите какие-то графики, это все замечательно, но вот пока вот работающей модели нет, то, значит, рассказать, показать вы можете все что угодно, а насчет того, что это будет работать, мне все равно непонятно. Вот, ну и, как бы сказать, вот эта символная обработка, в смысле символное описание, значит, собственно, вырабатывается как-то и дается на, через преобразование, на выполнение там нейронной сети, которая, собственно, имеет сенсорное восприятие и некоторое преобразование в выходной сигнал, но, соответственно, результат обратно преобразуется в некоторые символы, и там мог бы символно обрабатываться. Ну и, в принципе, вот такая, как бы гибридная структура вполне работоспособна, что есть и вот этот вот граундинг, то есть согласование, описание с восприятием мира и выполнение непрерывных действий и, значит, символное описание. Ну и проблема состоит в том, что нейросети сейчас многослойные, многоуровные. Сколько, значит, нужно вот этих уровней нейросетей или слоев перед тем, как, собственно, переходить в символной обработке. Ну, собственно, общая рекомендация какая, что для каждой конкретной задачи, конечно, надо смотреть. То есть это, конечно, значительно хуже, чем если бы я сказал формулу, что давайте посчитаем и будет так-так. Вот. Но это все-таки для узких задач, которые известны, как решать. И там, как я уже говорил, что для узкого искусственного интеллекта направлены решения, значит, задачи, решения которых известно. Соответственно, там вот эта вот, как сказать, верхняя часть может быть символной и заданной извне. Вот. Но если мы хотим, собственно, строить сильный искусственный интеллект, который может решать такие задачи, которые пока неизвестно как решать и вообще, что они стоят в таких задачах, ему, конечно, значит, вот эта вот жесткая заданная символная обработка будет мешать. Потому что то, что он будет наблюдать, может быть, и можно описать теми символами. Ну, во-первых, это, скорее всего, будет неоптимально, а во-вторых, могут там возникнуть и другие сложности. Вот. Важно, значит, понимать то, что есть, как бы, вот эта идея нейрортического нейрортического управления, то есть каждая, значит, обработка информации может идти там на разных уровнях, то есть, когда уже даже идет многослойная, собственно, обработка информации там тоже, конечно, есть какая, можно рассмотреть как некоторую иерархию. Вот, но, значит, если идет, вот, собственно, с объектом управления, то можно рассматривать, значит, состояние, значит, сети нижнего уровня, как объект управления для, значит, более верхнего уровня. И, соответственно, вот тот выход, который формируется в результате преобразования состояния вот этого объекта управления, который глубже соответствует нему, как формирование воздействия, значит, собственно, со целевой функцией, вот эта xd2, ну, которая, значит, собственно, позволяет, собственно, нижним уровнем наблюдать за объектом и, в зависимости от целевой функции, осуществлять различные воздействия. Ну, и такая, значит, структура может быть многоуровневой, вот, и, собственно, чем более высокий уровень, тем, значит, более высокоуровневые параметры, они, значит, лучше прогнозируются на больший, значит, период времени, как правило, ну, и позволяют там учесть больше, скажем так, переменных, поскольку каждое такое обобщение, ну, вообще говоря, выделяет какие-то существенные переменные. Вот, важно отметить, какие, собственно, переменные, значит, существенно выделяются. То есть, если, вот, допустим, есть два таких простых объекта, вот, шестеренка, катающаяся по речке, то, значит, в принципе, вот этой шестереночке может быть два параметра, допустим, угол поворота и, значит, положение вдоль речки. Ну, понятно, что они как-то линейно зависят, но если, значит, там поднять эту шестеренку и, значит, повернуть там на несколько зубов, то, значит, прямая будет несколько иначе расположена, но в целом, значит, есть там не так много вариантов, как, собственно, будет зависеть, там, угол от положения шестеренки. То есть угол ее поворота от ее положения. Вот, если у нас две такие шестеренки, то для каждой можно нарисовать такой график, но понятно, что, значит, катать их можно независимо. То есть, если у нас шестеренка по речке катается с зацепом, то, значит, поскольку никакой механической связи между рядом лежачими шестеренками нет, то, соответственно, вот, никакой зависимости тоже нет. Ну, и, значит, можно это, конечно, экспериментально выявить, но, значит, если первый эксперимент, он полезен, то есть он дает там какие-то свойства этой системы, то второй эксперимент, в значительности, это не бесполезен, он говорит о том, что никаких свойств выявить не удалось от просто независимой системы, что мы могли, собственно, и так предположить. Ну, и дело даже не в том, что, в принципе, мы вроде бы уточнили, что да, они независимы, это, конечно, хорошо, вот, но если мы будем строить модель этого пространного состояния, то окажется, что оно более высокоразмерное, то есть если мы научимся выделять свойства каких-то объектов, которые имеют зависимые параметры, то вот эти модели будут низкоразмерными, и это позволит, собственно, строить статистически достоверные модели, поскольку на низкоразмерных пространствах это возможно, а на высокоразмерных пространствах это сложно, и надо как раз выделять объекты с зависимыми параметрами и, значит, пытаться свистить в одну модель, чтобы желательно, чтобы этих параметров было немного. вот, но, значит, чтобы выделять такие объекты, нужно, собственно, разделять, осуществлять декомпозицию сцен, то есть мы не можем строить модели, допустим, какой-то сложной сцены, вот, из спектакля, где там несколько актеров, там и актрис, и там на заднем фоне тоже что-то может происходить, вот, но для каждого, значит, отдельного актера, хотя это тоже не очень простая модель, но, тем не менее, она значительно проще, чем, значит, все вот эти актеры, взаимодействующие вместе. Вот, ну, значит, модели, конечно, могут строиться там по-разному на нейросете, в целом, как известно, обучение нейросетей производится на, по крайней мере, сейчас на основе обратного настроения ошибки, и мы, я сколько помню, планируем эту дискуссию о том, значит, только обратным настроением ошибки следует пользоваться, но я, конечно, считаю, что нет, не только, хотя, значит, это вполне эффективный и полезный алгоритм, и отказываться от него тоже не надо, вот, но, значит, работает он так, что, значит, на выходе нужно, собственно, выявить, какой получили выход с сети, сравнить его с тем, о какой мы хотели получить, и, соответственно, на этом основе производится обучение. Вот, этот, значит, желаемый сигнал может быть задан учителем, там, с генерированным внешним алгоритмом, и, значит, утверждается, что вот сама машина к ничему учиться не может, поскольку, значит, кто-то ей должен там либо алгоритм задать, либо, естественно, явно образом сигнал показать. Ну, вот это не совсем так, поскольку, значит, если система умеет строить прогнозы, то есть полученный сигнал – это прогноз, то этот прогноз сразу есть с чем сравнивать. То есть жизнь нас научит. Вот если мы составили какой-то прогноз и сравнили с тем, что получилось, вот, собственно, как бы, вот эта разность между тем, что получилось на выходе нашей сети и то, как должно было быть. И это, соответственно, вот, как бы, прогнозирование сцен в этом смысле, как бы, очень важна для построения сильного искусственного интеллекта, поскольку, ну, не важно, там, какой мир, там, реальный, виртуальный, все равно, значит, вот это некоторый способ обучения для учителя, и, на мой взгляд, он достаточно универсальный. Хотя, может быть, есть какие-то случаи, которые он не охватывает, но, безусловно, ну, по крайней мере, по моему мнению, значит, он охватывает очень широкий спектр. Вот, ну, и чтобы, значит, строить прогнозы, нужно строить, значит, модели. Как я говорил, что строить мы можем модели только достаточно простых объектов, и, значит, чтобы выделять новые объекты, ну, нужно, значит, иметь какую-то модель сцены. То есть, допустим, если мы знаем вот это вот актеры, то нам понятно, что на заднем плане это какое-то изображение, вот, хотя, значит, тонкости этого изображения нам непонятны. То ли там какая-то модель стоит, то ли там какие-то звездочки висят, то ли это просто спроецированный экран. Вот, значит, если бы мы хотя бы что-то про это знали на задней, значит, на заднике, то мы, значит, построили более точную модель того, что происходит. Вот. Ну, и в целом, значит, чем больше нам известно про элементы, которые составляют сцену, ну, и в частности, допустим, задние какие-то сцены, тем, значит, лучше модель и более простую модель того, что там, более простые модели того, что там происходит, можем построить и как-то чуть быстрее. То есть, вот эти вот знания для выявления каких-то новых свойств, они, значит, чем у нас больше знаний, тем легче нам выявлять новые свойства. Более того, если у нас знаний мало, то мы, собственно, понять, что там происходит, как вообще не сможем, поскольку есть там высокоуровневая, высоко, скажем так, размерная какая-то система, которая нам непонятно, как работает, то ее модель, она статистически достоверная, по крайней мере, мы построить не сможем. Ну, в принципе, все, наверное, неоднократно видели, я многократно всем показывал вот этот вот слайд Яна Ликуна, о том, значит, собственно, на чем учится нейросетик. Ну, он, значит, выделяет, собственно, вот вишенка на торте, это, значит, reinforcement learning, соответственно, обучение с учителем, значит, соответственно, self-supervised learning, то есть, грубо говоря, обучение без учителя. Ну, и я обычно добавляю, что, все-таки, наибольшие объемы информации, они порождаются на основе вот того, что мы можем генерировать различные ситуации, и прежде всего, что сделать, можем прикинуть, а как лучше, как хуже. Вот, кто-то говорит, что и во сне мы тоже этим занимаемся, и я, в принципе, склонен придерживаться таких взглядов. Вот, но, значит, вот это вот, поскольку, значит, мышление, оно происходит быстрее, чем наши физические действия, собственно, объем информации, который таким путем порождается, он, значит, значительно превосходит тот объем информации, который мы получаем с самым путем из довольно медленно меняющегося мира. Вот, при этом надо отметить, что хотя, значит, объем информации очень большой, он как раз служит вот при самом формировании рейдпост института, то есть ДИПКУНЭЦ, они как раз работают на основе порождения информации, то есть рассмотрения различных вариантов развития событий на основе вот этой, значит, ДИПКУНЭЦ, и, соответственно, как бы, хотя вот Илья Кунт, в принципе, правильно говорит о том, что, собственно, на, скажем так, собственную информацию на производе немного, но для ее произведения мы, собственно, обрабатываем очень большие объемы информации, поскольку, значит, наши возможности, как я уже говорил, ограничены, то, собственно, очень важно наше взаимодействие с вчителями или, как бы, наблюдение, получение какой-то другой информации из внешних источников, и, естественно, значит, мы, как бы, ограничены в своих возможностях, мы не можем, значит, познать весь мир самостоятельно, мы должны использовать, как бы, те возможности, которые нам предоставляет возможность обмена информацией. Вот, и, как бы, про упрощение я заканчиваю и, наконец, начинаю про сложность мира. Значит, в принципе, у меня осталось пять слайдер, и на первом, правда, слайде пять пунктов, довольно больших, но я, в принципе, постараюсь довольно коротко рассказать. Вот, что давно бы, как бы, все считают, что построили бы сильно искусственный интеллект, был бы наш мир попроще. Ну, это, как бы, безусловно, если бы там было бы жить в мире проще, чем играть в шахматы, то, поскольку в шахматы мы научились играть хорошо, там, машинами, то и, значит, жить бы мы научили, но мир, к сожалению, сложнее. Ну, и вот я вот тут пытаюсь выделить пять сложностей мира, которые обеспечивают. Ну, и, собственно, не только, значит, наш жизнь, например, усложняется тем, что мир, значит, непростой, но и, собственно, то, что можно осуществлять в виде композиции на отдельные объекты явления, собственно, упрощает. Как бы наше жизнь, значит, ну, вообще-то ничего делать не могу. Вот, тем не менее, даже если мы сочетили декомпозицию на какие-то простые объекты явления, то, если там они все-таки не размерность там один или два, то вот это построение их описания, оно, значит, дает определенную сложность. Ну, и если там эта размерность там идет там в пяти, шести, семи, а тем более в десяти, то, значит, сложность становится очень высокой и, в общем, где-то на десяти, там, двенадцать, это, в общем, на уровне предела того, что мы можем, значит, создать. Хотя сейчас, конечно, у нейроны сетей большие успехи и кто-то считает, что мы там бесконечно размерные объекты моделируем, ну, вот, если посчитать, сколько там нужно на хотя бы там 10-12 размерный объект, чтобы отразить какие-то его нелинейные свойства, ну, получится цифра, что вот этот, значит, ГПТ отдыхает. Вот, значит, кроме того, что, значит, вот каждый отдельный и относительно простой объект сложно описать, вторая тип сложность – это осуществление декомпозиции, как я вот на два слайда до этого говорил, примерю, что если мы хотим выделить какой-то объект, нужно сравнить то, что мы можем моделировать с тем, что мы действительно наблюдаем. И, значит, когда вот эти картинки или ваше восприятие отличается, то вот эта разность этих двух представлений, она как раз соответствует тому новому, что мы наблюдаем. Если это новое просто шум, то никаких свойств мы не выделим. Если это новое очень сложное, то тоже мы модель не построим, просто потому, что она очень сложная. А если вот эта, значит, простая относительно разность, соответственно, какому-то простому относительно объекту, там, двух, трех, четырех, пяти мерному, то мы, соответственно, сможем выявить какие-то его свойства. Вот. Ну и как я говорил о том, что, значит, чтобы выделять вот эти простые объекты, нужно о сценах уже много знать. То есть, либо нужно попадать в очень простую какую-то, значит, среду, где мы, про которую мы все знаем, потому что она простая. Либо, если мы какие-то объекты наблюдаем в сложной среде, то нужно, соответственно, обладать очень большими знаниями, чтобы выявить какие-то новые объекты и чтобы о них понять. Вот. Но даже если мы, соответственно, первые без сложности справились, это не значит, что мы решили все сложности. То есть, естественно, комбинаторная, значит, сложность выбора. То есть, так же, как вот если мы научились играть в шахматы, значит, от этого мы гроссмейстерами не стали. И в жизни примерно то же самое, что, значит, нужны, значит, не только знания каких-то физических законов, но и, собственно, нужно уметь их, значит, правильно и в нужном месте применять правильные последовательности. А тут вот эта комбинаторная сложность там возникает по всей красоте. И, соответственно, в целом по жизни у нас вот эти проблемы постоянно много и всегда они будут оставаться, как бы много мы не познали про этот мир, поскольку, значит, никогда мы всю вот эту комбинаторную сложность полной переборности взять не сможем, а будут некоторые эвристические решения, использование там лучших практик, какие-то там локальные опции можно находить. Но в целом, значит, проблема, как сказать, полностью принципиально неразрешима, но и, возможно, только, значит, какие-то шаги в ее решении. Вот. Следующее или связанное с ней как бы по сложности, это, значит, построение цели. Хотя, значит, локальные цели мы уже так более или менее научили более или менее строить, то есть там какую-то декомпозицию задач и, если это не композицию целей, тоже как-то ряд моделей производят, но особенно, значит, цели высокого уровня там это все сложно, поскольку, значит, опыта, ну, скажем так, экспериментально там наша цивилизация была один раз и, собственно, много раз покрутить историю нашей цивилизации, чтобы получить какие-то сравнительные результаты мы не можем. Это чисто умозрительные опыты. И насколько они хороши, зависит от точности наших моделей, которые мы используем. И, собственно, эта сложность по сравнению цели, она, значит, может, опять-таки, улучшаться, но, значит, опять-таки, идеального решения там никогда не будет. Ну и, наконец, последняя сложность – это, значит, задание потребностей. То есть, как я говорил о том, что цели на сильный искусственный интеллект должен быть формироваться. Вот. Но, значит, чтобы формировать цели, нужно обнать какими-то потребностями. То есть, мы какими-то потребностями обладаем. Мы, соответственно, хотим кушать, там, чтобы было тепло, там, какие-то удовольствия у нас есть. Вот. А может ли, соответственно, машина, значит, иметь желание? Ну, я уже неоднократно говорил, что да, может. То есть, так же, как, соответственно, есть, значит, какие-то параметры. там, Ленин Крым… Владимир? Три коротеньких слайда. Владимир, можно повторить буквально несколько предложений? Значит, пропадал звук на где-то секунд 30. Да-да, я понял, понял, да. Ну, соответственно, значит, может ли машина, соответственно, обладать какими-то желаниями? Значит, я считаю, что да, может. Что, значит, вот то, что мы, как бы, изменяем в основном один параметр, значит, Ленин Крейт, и там уже, значит, по-разному идутся сети более-менее. Вот. На самом деле, вот этих параметров может быть много. То есть, вот эта наша система центра удовольствия, она гормональная, она воздействует, там, на разные наши нейронные структуры, и в разных ситуациях, там, выделяются различные гормоны. В нейросетях это, в принципе, аналог того, что имеется, значит, несколько параметров обучения, и мы их, значит, одновременно у всех меняем в сети элементов. Ну, или в каком-то слое сети меняем, значит, какой-то параметр. В одной ситуации один параметр, в другой ситуации другой параметр. Ну, понятно, что сеть там начинает вести себя по-разному. Ну, и так же, как вода там скатывается со склона или там по поверхности вниз, как бы это ее свойство. То же самое, значит, вот эти, значит, свойства можно рассматривать как, грубо говоря, желание. Хотя, конечно, вода никакого удовольствия не получает, вот, но, значит, если вдуматься, что в чем состоит наше удовольствие, то, что мы, как бы, хорошо запоминаем или, собственно, используем для каких-то своих дальнейших планов, то, значит, те состояния, которые вот эта наша система удовольствия, ну, как-то отметила. Значит, либо положительно, либо отрицательно, и то, и другое влияет на наши действия, выделяет эти, значит, события из общего ряда. Ну, и сложность задания вот этих потребностей для сильного, для агентов сильного искусственного интеллекта состоит в том, что, значит, наша система вот этих потребностей, она эволюционно отработана. То есть мы, конечно, не считаем, что она идеальная. То есть, значит, во-первых, там не во всех ситуациях она нам хорошо, значит, дает советы, значит, и, собственно, каждый день там достаточно молодых людей и девушек, значит, погибает либо в связи с тем, что попали в такую ситуацию, где их вот эта система удовольствия, значит, дала какие-то не очень правильные советы, либо просто, значит, кто-то кончает жизнь с самоубийством в связи с тем, что, значит, в той ситуации, где они оказались, там, соответственно, их система удовольствия, ну, не дала им каких-то верных ориентиров, как, значит, продолжать им ее и в жизни, и, соответственно, жизнь их рода. Вот. Но поскольку число таких людей относительно невелико, то в целом, значит, наше человечество выживает, поскольку, значит, большинство из нас все-таки как бы с помощью нашей системы вот этих центров удовольствия настроены на продолжение жизни, продолжение цивилизации, ну, и в целом, как бы, вот эта вот система, она, как бы, продолжает эту жизнь, вот, и почему нужны, значит, не единый, как бы, сильный искусственный интеллект планетарного масштаба, а, соответственно, агенты сильного искусственного интеллекта, это как раз является одной из причин, что если у нас будет много агентов какому-то, какой-то части этих агентов система потребностей, которую мы зададим вам будет не очень удачной, ну, соответственно, можно их как-то отсеять из процесса, значит, эволюции этих агентов сильного искусственного интеллекта, а те, которые окажутся удачными, они, собственно, продолжат эту эволюцию. Вот. А с единой системой, если она окажется неудачной, ну, как бы, это может начать конец цивилизации. Вот. Ну, значит, смысл жизни, таким образом, это, как бы, не столько про смысл, сколько про основное свойство жизни, то есть продолжают жизнь те виды, которые выжили в конкурентной борьбе, ну, и в том числе у которых вот эта вот система их центров удовольствия такова, что они, как бы, заинтересованы, имеют, значит, по крайней мере, такой вид, что они заинтересованы и в бане такие действия, которые позволяют им продолжать свой род, там, поддерживать экологическую нишу, ну, и по возможности, значит, ее расширять. Вот. Но, тем не менее, хотя это, скорее, не смысл, а свойство эволюции, то вот это свойство формирует цель, значит, получения, значит, видом свойств, обеспечивающим еще расширение, значит, своей популяции. Вот. Ну, значит, как вы представляете, там всегда все начиналось с каких-то простеньких там биологических молекул, соответственно, с каких-то химических свойств, потом стали развиваться физические свойства, сейчас, значит, у высших животных все большую роль играет информационная, то есть способность воспринимать информацию о внешнем мире, преобразовывать в рациональное поведение. Вот. Ну, и, собственно, главной целью является, конечно, поведение, но, значит, средства у нас могут быть различные, это, собственно, информация в ДНК, и там у каких-то низших животных могут возникать условные рефлексы, ну, и, собственно, эта вот символьная обработка информации, которой мы занимаемся, она, собственно, показала себя тоже очень эффективным средством формирования поведения, и, собственно, как бы, вот она служит этой цели, как бы, формирования эффективного поведения, позволяющая осуществлять расширенное воспроизводство популяции. Вот. Ну, значит, при этом символьная, кстати, обработка, она, конечно, важна и полезна, но надо понимать, что она обязательно должна, значит, у сильного искусственного интеллекта сопрягаться с вот этим самым, как бы, непрерывным представлением мира. То есть те, как бы, символьные операции, которые мы выполняем и формируем, значит, дискретные цели, которые мы стремимся достичь, нужно соотносить с теми, значит, реальным миром, в котором это происходит, и насколько те цели, которые мы выработаем хорошо, значит, естественно, не только свой, там, но и чужой надо опыт учитывать. Ну, и в целом, собственно, речь идет о том, что, как бы, можно, значит, формировать только, значит, статистически достоверное, значит, описание простых объектов появления, то есть низкоразмерных. Вот. Но низкоразмерных – это не значит, что низкоуровневых, то есть, значит, может быть, соответственно, понятие какого-то высокого уровня там, но все равно оно может быть простым, то есть, мы его описываем таким, то есть, небольшим числом свойств, оно, в этом смысле, низкоразмерное. Вот. Соответственно, для узкого искусственного интеллекта, соответственно, вот эти вот верхние уровни в такой иерархии обработки могут быть заданы в виде неизменяемых понятий, которые заложены извне, и для решения задач, которые, как бы, решаются всегда одинаково и используются, как бы, одни и те же требования, там, значит, это все хорошо может работать. Но если мы сильный искусственный интеллект таким образом ограничен, то он, как бы, сильно будет ограничен в своих возможностях поиска каких-то новых понятий, естественно, выработки новых целей, выработки новых способов их достижения, и, таким образом, вот эта вот связь семантики с непрерывным поведением, она должна быть активным, то есть, вот это вот наблюдение непрерывного мира, оно должно менять вот эту семантику, в том числе, на верхних уровнях. Вот. Ну, значит, понятно, что кроме людей, значит, на Земле, все-таки, некому создать, то есть, там, киты там или слоны, вряд ли будут создавать сильный искусственный интеллект. Вот. Но, значит, успехи, которые сейчас есть, в принципе, они просто позволили немного сдвинуть в стороны больших размеров с границей объектов и явлений, которые еще могут быть отнесены простым и, значит, в том смысле, что для них может быть получено социалистическое достоверное описание. Вот. Но что важно, что надо понимать, что как бы не были замечательные эти системы и как бы хорошо они не решали задачи, что все вот эти, значит, системы узкого искусственного интеллекта, системы искусственного интеллекта и сформируют. Вот. Более того, вот Рассел в своей книжке пишет, что даже если вместе с машинами собрать еще и их разработчиков, и дать им неограниченное финансирование, результат будет тоже. Вот. То есть, нужны все-таки вот эти вот новые идеи, какие-то я пытался сегодня высказать, насколько их достаточно, значит, только практики можно, собственно, и выяснить, вот, может быть, какие-то еще дополнительные новые идеи нужны, вот. Но, как бы, вот, мне бы хотелось думать, что вот это вот соотношение символьного и непрерывного описания, оно, как бы, должно учитываться, и, соответственно, надо понимать, что все вот эти, как бы сказать, возможности получения новых символов и новых их свойств, это является, как бы, необходимым свойством для сильного искусственного интеллекта, поскольку, если этого нет, то, значит, он просто не будет решать все задачи, и, соответственно, как бы сказать, начальную, как сказать, модель, которая начнет, собственно, соответственно, по техборку жизни 3.0 будет, должен, собственно, будет создать человек, поскольку именно он способен генерировать новые идеи, сложить сложные машины, и, в целом, создавать цивилизацию, но в дальнейшем там, как бы, уже идет вопрос их совместного использования. То есть сейчас у нас есть, значит, слабый искусственный интеллект, который имеет очень много, значит, скрытых слоев, цели ему, как правило, задаются извне, и, собственно, вот мое предположение, что все-таки какую-то декомпозицию или линеризацию, значит, представление он осуществляет, но это происходит некоторым вероятностным образом, то есть, поскольку, значит, в явном виде в обратном расстоянии ошибки требования не заложены, но поскольку, значит, и линеризация и декомпозиция ведет также к оптимизации, то, в принципе, за счет этого тоже может уменьшаться ошибка, и, в принципе, это не противоречит закону обратного расстояния ошибки, вот, а есть также взгляд на то, что, собственно, так много слоев как раз и нужен для того, чтобы, значит, чтобы как в лотерее, значит, выиграть, нужно купить много билетиков, то же самое, чтобы вот эти свойства линеризации и декомпозиции проявлялись, нужно создать много слоев, тогда повышается вероятность, что эти декомпозиции и реализации проявятся. Прогресс, на мой взгляд, должен состоять в том, чтобы случайное проявление этих слой было заменено либо более вероятным, либо вообще детерминированным проявлением этих слой. Как я уже говорил, желательно создать не очень мощный, сильный искусственный интеллект с тем, чтобы, во-первых, он был достаточно управляемым и мог взаимодействовать с нашей цивилизацией, поскольку в принципе и на людей всякая власть возвращает, а, соответственно, неограниченная власть возвращает неограниченная. То же самое, видимо, может случиться и с сильным искусственным интеллектом. Если дать им вруч власть, а тем более неограниченную власть, то их действия, с нашей точки зрения, могут быть совершенно неадекватные. Поэтому он все-таки лучше создавать относительно небольшие и не очень мощные агенты сильного искусственного интеллекта. Ну, во-первых, чтобы они могли быть контролируемы не только человеком, но и друг другом. И, соответственно, по мере развития нашей уверенности в том, что мы можем с этим агентом взаимодействовать, может, там понемножку можно их мощность повышать, но в целом наш контроль это нужно осуществлять. Но и, собственно, мощность одного этого агента, она не в коей мере не будет ограничивать сложность решаемых им задач. То есть, так же, как каждый сейчас человек, он, как я уже говорил, весьма слаб и может решать только узкие, небольшие задачи. Но объединяясь в организации, мы тем не менее решаем очень сложные задачи. И вот этот суперинтеллект уже построен, но пока что естественный. То есть, вот наша цивилизация, человеческое общество, оно за счет нашего взаимодействия, организации террористических структур, там же глубокого разделения труда, она позволяет решать очень широкий круг, очень разнообразные задачи. Ну и речь идет о том, что вот этот искусственный интеллект человеческого уровня, постепенно, чтобы он входил в наше сообщество, мы с ним взаимодействовали, и он взаимодействовал с нами, находил решение, где как бы не только этот сильный искусственный интеллект мог бы быть использован, но и наши возможности тоже находили эффективные применения, ну и, собственно, вот это могло бы, тем не так, было бы наилучшим путем нашего прогресса. Ну и, наконец, последний слайд, хоть я и 20 минут задержал, но простите. Вот, значит, естественно, нам надо развивать там цивилизацию экономики, интернет вещей, там развивать искусственный интеллект, который занимается решением узких задач, вот дух с просадами сильного искусственного интеллекта, но, значит, есть как бы и организационно-политические проблемы, которые... Владимир, извините, по-моему, вы на последний слайд не переключили. Я? Да. Ну, не знаю. Вот, да, теперь есть, да, вот теперь есть. У вас просто задержка небольшая. Вот, ну, значит, теперь, надеюсь, переключилось. Вот, соответственно, проблема в том, что, значит, ну, в принципе, это не только с искусственным интеллектом связанным, с историей человечества, значит, повышение производительности труда, ну, позволяет, с одной стороны, как бы лучше жить и, скажем так, больше средств складывать развитие науки и ремесел для их развития, но, значит, часть средств, она необходима на организацию вот этого разделения труда. Если мы начинаем чем-то устойчивизирован заниматься, то надо, чтобы кто-то контролировал собственность. Кто-то нас одевал, кто-то кормил, кто-то там тепло в дом обеспечивал. Вот. И вот эта проблема государственного контроля, она, значит, все время стоит. Вот. Ну, и как бы то, что повышается производительность труда, появляется больше свободных средств. Ну, и вот вопрос, как их разделять между техническим и научным прогрессом и государственным контролем, он, к сожалению, решается, как правило, не, собственно, научным сообществом, а как раз государственными мужами. И, как показывает практика, значит, она решается, ну, по крайней мере, научное сообщество, как правило, не бывает полностью довольно тем, как это, значит, разделение осуществляется. Вот. Ну, и основную, значит, собственно, опасность для цивилизации представляет, на мой взгляд, глобализация политики и экономики. То есть, с одной стороны, международное разделение труда – это хорошо, но когда появится единый центр силы, а сейчас к этому все больше степени идет, то, по крайней мере, конкуренция социальных систем прекратится, что снимет ограничение в действиях руководящей касты. И если сейчас, допустим, какие-то местные церкви, может быть, у них не очень демократические режимы, но, тем не менее, они должны учитывать, что если они свое население или, допустим, свой созданный искусственный интеллект не будут создавать хорошие условия, то у них технический прогресс остановится, производительность упадет, и, соответственно, их правление закончится. Вот если эта конкуренция пропадет, то, соответственно, у этого единого центра силы заботиться о правах рабочих, служащих и прочих ученых, она, скажем так, уменьшится. Ну и вот, как я говорил о том уже, что неограниченная власть, она, так сказать, развращает неограниченно, и это может привести к очень многим сложностям. Но, естественно, нужно также думать про более такой вопрос, как ограничения про устройства сильного искусственного интеллекта, связанные с тем, что они тоже не должны быть слишком мощными. То есть мы все-таки должны задумываться над тем, какова должна быть максимальная, значит, вычислительная мощность этих устройств, и как они, собственно, могут поддаваться контролю и, собственно, не только человекам, но и друг другу. Ну, собственно, технологии биткоин тоже, как бы, важное направление, которое может в этом, значит, чем-то технически помочь, но, как бы, есть вот эти вот, кроме ряда технических проблем о том, как бы создать, есть, собственно, проблема о том, что, как бы, все-таки, создание вот этого сильного искусственного интеллекта не привело, значит, к развалу нашей цивилизации. Ну, вот основных причин две. Это общее, значит, создание единого центра силы и, собственно, недостаточное разделение сильного искусственного интеллекта на большое число агентов. То есть, значит, чем больше будет этих агентов, с одной стороны, чем лучше, но с другой стороны, важно, чтобы этих агентов достаточное количество было в разных центрах силы, и если, значит, какой-то, значит, центр там начинает вызывать подозрения у остального сообщества, то, чтобы как-то на него можно было воздействовать. Вот. Ну, и в целом, как я говорил, что, значит, возвращаясь все-таки к теме, значит, доклада, что, значит, важнее, значит, действие, действовать или говорить, ну, собственно, цель наша, конечно, действовать, вот, но говорить тоже очень важно, то есть символьное описание является человеческой основной, значит, скажем так, системой обработки информации, но важно понимать, что, значит, эта обработка информации идет в нейронных сетях у нас, и все они эти нейронные сети пластичны, то есть те понятия, которые там вырабатываются, они, собственно, постоянно сравниваются с тем реальным миром, который есть, и, собственно, никаких, значит, вечных вот этих истин, их никогда не было и не будет, и, соответственно, в первую очередь надо следить за теми действиями, которые выполняются, и, соответственно, символьное описание, это, значит, собственно, только средство, которое позволяет выполнять правильные действия. Вот, ну, наверное, все я рассказал, в основном, что хотел, может быть, чуть-чуть, а подвечето задержался, почти на полчаса, но спасибо, что дослушали, если есть вопросы, я готов ответить. Владимир, спасибо. Значит, здесь первый вопрос, вот, на понимание, двойной вопрос от Евгения Бабарыкина и Юрия Бабурова. Правильно ли понимается, что AGI должен решать все задачи, которые может решать человек? Это один вопрос, и второй вопрос. А если человек не умеет решать какие-то задачи, например, не умеет играть в шахматы, не может играть в компьютер шахматы, то он не General Intelligence? Ну, человек, конечно, не General Intelligence, безусловно. Я, значит, вначале, если я отключусь, с вашего позволения, пытался дать свое, понимая, что оно, естественно, не может быть общепринятым, но, тем не менее, значит, какое-то определение сильного искусственного интеллекта. Я, собственно, стал рассказывать о том, что, конечно, способны решать любые задачи, но, во-первых, потенциально, то есть от того, что вы сейчас не умеете играть в шахматы, в принципе, можно вас и научить, и там, если все бросите, ну, наверное, как бы, по крайней мере, уровень ваших, так сказать, успехов в шахматы повысится. Ну, соответственно, задачи там должны быть интеллектуальные, ну, и, собственно, они должны быть доступны на современном уровне развития. Вот, значит, сильный искусственный, ну, если интеллект, искусственный интеллект человеческого уровня, значит, опять-таки, он тоже должен потенциально быть способен на любые, решать любые задачи, на любые интеллектуальные задачи, которые доступны современному человеку. А сильный искусственный интеллект должен решать немножко больше этих задач. Но с моей точки зрения, что по крайней мере на текущем уровне понимания принципиальной разницы нет, поскольку человек обладает способностью взаимодействовать с нашим социумом, то есть формировать организации, в этих организациях решать сложные задачи. Если мы создадим, собственно, сильный искусственный интеллект человеческого уровня, и он тоже будет обладать способностью формировать организации и решать на этой основе сложные задачи, то, в принципе, он уже будет соответствовать сильному искусственному интеллекту. То есть, как я говорю о том, что суперинтеллект уже нами построен, то есть это наша цивилизация целиком, но каждый отдельный человек, конечно, суперинтеллектом не является. Спасибо. На шестом слайде у вас было показано Nero AI, насколько я понимаю, и Nero AI был заполнен, представлен семантическими системами. Но у меня сразу возник вопрос, а разве нейросетевые системы распознавания аудио или распознавания номеров автомобилей на основе нейросетей, они не являются Nero Intelligence? Я не говорил о том, что не может быть узкого искусственного интеллекта на нейросетях. Более того, все модели, которые сейчас есть на нейросетях, включая, допустим, GPT-3 или Alpha Zero, которые имеют замечательные достижения, они все равно являются статистизированными системами. Другое дело, что, когда решается узкая задача, мы можем немножко, скажем так, сэкономить на нашей системе, когда мы ее уже знаем, как она должна работать. Собственно, вот в этих нейронных сетях какие-то семантические свойства так или иначе выявляются. Можно их выявить, ну, либо заранее, либо уже наблюдая за этой работой, собственно, нейросети, и, собственно, более какую-то сложную нейросетевую структуру заменить более простой, значит, семантической сетью. Для тех устройств, которые решают, скажем так, рутинные задачи, повторяемые изо дня в день те же самые, это, как бы, позволит сэкономить на их производстве и вполне, значит, на мой взгляд, эффективно. Вот, о чем я и пишу, что эффективное использование. Это не значит, что это необходимо в них использовать семантические сети, а то, что, значит, если мы хотим, значит, создавать устройства для решения рутинных задач, то не надо их делать там бешенодорогие, надо сделать их подешевле, но чтобы они хорошо работали. И вот для этих целей семантические сети как раз наподходят. Вот, ну, как бы сказать, ну, в таком определении, что, значит, мы, когда вот эти самые, как сказать, понятия в эти семантические сети жестко закладываем, мы не позволяем им потом изменяться. То есть, нейросетях эти понятия, вообще говоря, могут, значит, если, конечно, мы не отключили обучение, потом изменяться. Вот, ну, и, собственно, если мы уже, когда вот эту, значит, нейросетевую модель отдаем работы и там, мы говорим, обучение отключаем, то, в принципе, вот именно в этот момент возникает мысль, а о чем бы там ни заманить семантические сети, мы же все равно ничего не собираемся там больше обучать. Вот, а если мы, собственно, посылаем там какую-то структуру интеллектуальную с нейросети учиться чему-то новому, то вот там как раз семантическую сеть заранее закладывать нельзя, потому что, ну, и скажем так, неэффективно, поскольку, значит, что-то новое там может нашим тем понятиям, которые мы сложили, соответствовать плохо, а если сама система не может формировать новые понятия, потому что она там выявится, то, значит, ее возможности будут ограничены, ну, и в этом смысле, что вот сильный искусственный интеллект может решать любую задачу, естественно, он любую задачу не решит. И как бы не будет сильно. Спасибо. А вот еще тогда развернутый вопрос по поводу, значит, символов и того, что мы, то есть неизбежно надо будет сказать, видимо, что мы имеем в виду под символами, но вот такой вот тезис, что если мы возьмем многоуровневую нейросетевую архитектуру, где на верхнем уровне есть какие-то понятные, известные нам символы, которые могут быть описаны, значит, с помощью семантических сетей, то как вы отнесетесь к тому, что и на нижних уровнях этой архитектуры, на самом деле, системы, так сказать, одни уровни с другими взаимодействуют на уровне некоторых символов, где каждый символ на самом деле является просто некоторым устойчивым или выраженным паттерном или контекстом. Просто вот те нижние уровни, они просто не связаны с речевым аппаратом и с письменностью, и поэтому мы, находясь наверху этого многослойного пирога, не знаем вот тех символов, которые обрабатываются на нижних уровнях. То есть они есть, но мы про них не знаем, а мы знаем только про эти символы, которые проявляются на верхнем уровне, которые мы связываем с какими-то словами, с какими-то знаками, и поэтому вот, значит, можем говорить о символах. Но принципы работы на верхних уровнях и на нижних уровнях, они все равно одни и те же. По этому поводу можете прокомментировать? Ну, значит, вот то, что вы рассказали или прочитали, к сожалению, там можно трактовать немножко по-разному. Но, как я уже говорил, что если мы в нейросети отключили обучение, то после этого, собственно, те символы, которые мы понимаем, можно сразу заменить. Те символы, которые мы не понимаем, можно попытаться заменить. Ну, или каким-то способом следовать, значит, что там можно заменить на более простые описания. То есть можно заменить, главное, чтобы работать так же. И если, собственно, обучать мы ничего не будем, то, соответственно, вот, как бы сказать, пусть вот это вот жесткое описание, пусть оно и сохраняется. Вопрос в том, что если мы, скажем так, общую структуру действий хотим на этот жестко задать, а там, допустим, восприятие там может меняться, то есть там освещенность, там, я не знаю, там влажность, там свойства каких-то материалов может немного меняться, а мы все-таки задаем какие-то, значит, цели, чтобы поддержать, там, допустим, качество производственных по каким-то параметрам в определенных пределах, то тогда вот эти, значит, нижние уровни там пусть себе обучаются. Вот, ну, это тоже, как бы, вполне себе работоспособная, на мой взгляд, модель, что, как бы, общая, значит, структура действий, вот она заданная, мы, так сказать, определили, что она не будет меняться, и, собственно, мы ее как-то символно описали. Вот, а на нижних уровнях там могут вырабатываться новые какие-то преобразования. Их, в принципе, тоже можно разбить и описать символами, вот, но, соответственно, если мы их меняем, то эти символы тоже надо менять. И, соответственно, если мы этим не хотим заниматься, то можно этим не заниматься, а оставиться нейросети и, как бы, считать, что там нейросеть сама это делает, хотя, повторюсь, что, значит, так же, как и там алгебраическая формула, это символное описание, то, в принципе, и нейросеть это тоже, значит, как бы сказать, то есть активность каждого элемента – это символ, там, без связи, это тоже символ, и все это может вот на, как бы, на самом нижнем уровне все символно прекрасно описываться. Спасибо. Два вопроса от Евгения Бабарыкина. Значит, первый – это по поводу говорения, как подмножество всех возможных действий. Вот нужно ли говорение китам и слонам? Давайте по порядку, да, вот один вопрос. Ну, хорошо, ну, видимо, нужно, потому что, все-таки, значит, слоны и киты как-то друг с другом общаются. Другой вопрос, что они вот человеческого уровня, я так понимаю, в этой области не достигли. То есть, насчет китов, там у некоторых есть сомнения, то есть, как бы, язык китов, предполагается, он, все-таки, сложнее, чем у слонов. Вот, но, как сказать, общение, там, между животными наблюдается, там, очень разного уровня. То есть, тут никакого же особого сомнения нет, что, видимо, нужно. И второй вопрос от Евгения не очень понятный. Значит, если не поймете, то, может быть, Евгений пояснит. Значит, как можно произвести линеаризацию для EGI? То есть, вы говорили про линеаризацию, так вот, как эту линеаризацию для EGI провести? Вот, какой-то такой вопрос. Ну, я, да, я несколько сразу, значит, раз употребил, значит, этот термин линеаризацию. То есть, на самом деле, как бы, сложность преобразования определяется не только их размерностью, а о том, что они нелинейные. То есть, если мы бы какие-то преобразования смогли сделать линейными, допустим, ну, то есть, известно, что вот есть какие-то нелинейные координаты, там, ввести в задачу, что она может сразу получить линейное описание. Ну, примеры, наверное, каждый знает. И для большинства задач это, в принципе, можно сделать. Ну, и, в принципе, значит, в нейросетях тоже это можно осуществлять. Ну, и это, как бы, тоже подход к упрощению описания, значит, внешнего мира. Вот, ну, вот, собственно, в этом смысле, как бы, нейросети тоже могут внести определенный вклад. То есть, не только за счет декомпозиции снижается сложность описания, но и за счет линеаризации описания это тоже, значит, способ снижения сложности. Спасибо. Вопрос от Дмитрия Салиха. Приведите пример воплощения AGI. На что это будет похоже? Как мы поймем, что это AGI? Желательно в примерах. Ну, значит, наиболее убедительный пример, я считаю, приведен у Тегбарка. То есть, когда AGI там сможет сам себя усовершенствовать, то тут мы, как бы, особо сомневаться вроде бы перестанем. По крайней мере, я. Вот. Ну, можно, конечно, другие примеры проводить, но, на мой взгляд, они менее убедительны. Спасибо. И последний вопрос от Олега Варламова. Правильно ли, что надо и логику, и нейросети развивать? Или все-таки только нейросети? Ну, как сказать, понимаете, все надо развивать, понимаете, и чтобы тепло дома было, и чтобы машина не глохла в мороз, и логику надо развивать. Но все-таки для развития сильного искусственного интеллекта, я считаю, наверное, сетевой подход сейчас центральным. Ну, а если, значит, с какой-то из других разделов математики придет какая-то помощь, и, соответственно, какие-то проблемы там удастся с помощью других подходов решить, я, как бы, буду только приветствовать. А скажите тогда уж, я понимаю про то, что вы говорите про разделение символьного и нейросетевого, и почему нейросетевой хорош, потому что мы не можем все описать в символах, но вопрос такой, что а нейросетевой подход может помогать при генерации символьных представлений в тех областях, в которых этих символов нет? То есть у нас возникает новая область, у нас нейросетевой подход может позволить у новой области, с которой система раньше не сталкивалась, сформировать символьные представления, которые система потом дальше сможет использовать. Ну, я считаю, что может, и у меня есть какие-то представления, о которых, может быть, я сделаю следующий доклад. Ну, вот это, по-моему, самое было бы интересное во всей этой истории с практической точки зрения. Будет здорово. Будем с нетерпением ждать. Коллеги, еще какие-то есть вопросы или, может быть, комментарии? Так, я закрываю? Да, наверное, можно закрыть. Хорошо, тогда, значит, всем спасибо. Хорошо, да, значит, поскольку комментариев, вопросов нет, Владимир, огромное спасибо. Ну, и вам спасибо за приглашение, может быть, не последний раз. Да, хорошо, будем ждать про то, что вы сказали, это интересно. Всего доброго всем. До свидания. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.